Вот поэтому сегодня я постараюсь вам рассказать о зимнем Алтае. Буду рада, если вы зададите нам вопрос. С вопроса моя коллега Таисия поможет ответить именно по нашим программам. И Татьяна, еще одна моя коллега, она ответит по вопросам сотрудничества агентов с фанэнсом. Даже Таисия, Татьяна, скажите, вы меня слышите, ответьте, поставьте плюсики, что вы готовы отвечать на вопросы наших коллег, для того, чтобы они хорошо продавали и им было легко это делать. В этом году зимние программы поставлены в период с 30 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. Пробная программа, посмотреть вообще, как будут проявлять интерес туристы города Молтая. Хотя, на мой взгляд, в принципе, в зимний период можно к нам путешествовать не только в новогодние праздники, но и весь зимний период, потому что зимой у нас тоже очень красиво. Авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки, это уральские авиалинии, впрочем, так же, как и в летний период. В стоимость пакета будет входить норма провоза багажа 20 кг, это груз, и 5 кг, это ручная кладь. Время полета 4 часа 20 минут, ну, видите картинку, где показан путь. Вот здесь наш регион находится, ну, достаточно удален от Москвы, почти на границе. В нашей программе мы будем предлагать экскурсионные туры. Так как программа, в отличие от летней, здесь покороче, поэтому экскурсионная программа будет не такая расширенная, как в летний период. Я еще раз говорю, что зимняя программа – это такой пробный вариант для того, чтобы что-то скорректировать, и в будущем ее, возможно, будет увеличить. И еще раз хотелось бы заострить ваше внимание на том, где находится наш регион. Зачастую путают два наших региона, в названии которых присутствует слово «Алтай». Есть Республика Алтай, вот она. Как раз здесь находится аэропорт города Гурналтайска, куда прилетают, будут прилетать самолеты, где мы будем встречать наших гостей, и уже отсюда развозить по отелям. Есть Алтайский край, это наш соседний регион. Здесь тоже в чартерной программе присутствуют программы с размещением на территории Алтайского края, это как раз вот Белокуриха. Я сегодня буду рассказывать именно о тех программах, которые реализуются на территории Республики Алтай. Я надеюсь, что уже мы везде на выставках, на вебинарах всегда рассказываем всем, что вот не нужно путать два этих региона. Я думаю, уже те, кто работают с Алтаем, уже знают, чем они друг от друга отличаются и где они находятся. Республика Алтай – это горная территория. Если говорить про Алтайский край, там горные массивы, они тоже есть, но они как раз здесь находятся ближе к границе с Республикой Алтай. Большая часть Алтайского края – это степная зона. Здесь уже на въезде в Республику Алтай начинаются горы, они невысокие, и как раз все размещение, которое мы будем предлагать нашим гостям, оно будет находиться, ну, здесь вот, ну, так скажем, на въезде в Республику, где сосредоточена в основном вся инфраструктура. Вот здесь вот на карте видно, да, мы будем ездить от города Алтайска до Чемала за те пять дней, которые будут проводить туристы-гости здесь у нас зимой на Алтае. То есть здесь находится аэропорт, мы встречаем, и вот зона размещения гостей, она находится здесь. Я уже сказала, что именно вот в этом районе, в районе Майминский-Чемальский, самая развитая туристская инфраструктура, отели соответствующего уровня, рестораны, то, что необходимо. Туристам, которые выбирают данный вид отдыха, то, что вот дальше вглубь уходит, это, конечно, уже для таких туристов, не, так скажем, нетребовательных к сервису, к качеству отдыха, пока мы вот эти регионы не трогаем. У нас нет этой цели, поэтому здесь для первого знакомства это тоже впечатляет, тоже интересно. Здесь масса объектов, которые мы можем показать даже в рамках зимней программы, вот про них сегодня я и буду рассказывать. По этой части есть какие-то вопросы, там, по полетной программе, по тому вот, то, что я сейчас вам рассказала про два разных субъекта Федерации, да? Напишите, пожалуйста, в чате, и Таистия с Татьяной уже могут ответить, что-то я уже озвучу. Если все понятно, тогда мы с вами перейдем к следующему слайду. Я немножко подожду, вопросы пишите, задавайте, если ничего никто не пишет, будем считать, что все понятно. Как и в летних программах, здесь у нас присутствует то же самое название «Привет, Горный Алтай», Что включено в пакет экскурсий, это авиаперелет, размещение в отеле выбранной категории, то есть будут представлены несколько видов отелей, про это я тоже чуть позже скажу, транспортное обслуживание по программе, то есть это встреча в аэропорту, трансфер до отеля и обратно, и, соответственно, транспортное обслуживание во время экскурсий. Ну вот здесь небольшая опечатка, так скажем, на обзорной экскурсии по Горно-Алтайску в этой программе не будет, это обусловлено тем, что в праздничные дни не вовсе работает музей, мы просто туда можем не попасть, и как раз вот не... Пока на музей мы повлиять не можем, если что-то изменится, то мы, конечно же, об этом сообщим или на месте уже туристам предложим. Дополнительно за то плату будет предложен трансфер для до всесезонного курорта Манжурок, экскурсии на Камышлинский водопад, на новогодний банкет, конечно же, это в первый заезд, когда предполагается новогодняя ночь и встреча Нового года, экскурсия в Чемал, Голубые озера, экскурсия на Лебединое озеро, но в зимней программе мы взяли такие самые знаковые места, которые интересны именно к посещению в зимнем Алтае для наших туристов. Так, это мы пропустим. На сегодняшний день все сезонный курорт Манжурок, он как раз достаточно быстро развивающийся, с каждым годом инфраструктура этого курорта расширяется, увеличивается. Буквально два часа назад была на встрече с представителями всесезонного курорта Манжурок, они нам рассказывали о перспективах развития и сказали, что уже в этом сезоне будет функционировать 22 километра трасс. Они в этом сезоне завершили полностью систему оснижения, то есть они полностью независимы от того, будет снежная зима или не будет снежная зима. В середине декабря у них предполагается тестовый запуск уже новой гостиницы, которая там строится, первого этажа, которая будет являться, так скажем, общественной зоной, где будет находиться прокат, какие-то предприятия питания и так далее. И когда мы уже сходим посмотрим, мы уже примерно будем понимать, как там, что происходит. И если какие-то вопросы будут именно по всесезонному курорту Манжурок, можно будет тоже задавать, мы с удовольствием ответим. Что предлагается? Ну, вообще, туда можно уехать и провести весь день на всесезонном курорте Манжурок. Что там можно делать? Там можно покататься. Причем основная аудитория, как они называют сейчас, вернее, ну, целевая аудитория, на кого они рассчитывают, это семьи с детьми. Там есть специальные инструктора для детей, и очень хороший склон для начинающих, которые вообще ни разу на лыжах не стояли или на сноуборде. Для них проводятся уроки. Все инструкторы, которые работают, там они сертифицированы, прошли обучение в серьезных школах для горнолыжных инструкторов. И самый главный плюс для новичков, ну, кто знает, не знает, кто-то катается на горных лыжах на сноуборде, напишите, а то я тут что-то одна себе, да, 300 метров трасса для обучения. Сижу, сама себе разговариваю, поговорите со мной хотя бы буквами в чате. Вот. Самый плюс вот этой учебной трассы, ну, я как бы для дочери оценила, там у нас, ну, треволатор. То есть не надо ни бугель, ни подъемник, ничего, потому что когда человек еще не научился там стоять на лыжах, а на сноуборде для меня это вообще не понимаю, как можно на нем ездить, когда у тебя две ноги прицеплены к какой-то доске. Вот. Я за лыжи. Может быть, кто-то за сноуборд, я знаю, Таисия на сноуборде катается, но я вот за лыжи. Вот. Ну, я к тому, что там очень удобно, вот именно учебный склон, его многие отмечают, что там хорошо учиться. Именно вот этот вот треволатор, который позволяет спокойно доехать до начала горы и скатиться, она там не такая крутая, вот как раз для новичков. Потом, когда они уже там осваиваются, можно выбрать склоны, там есть такие достаточно пологие, не страшно на этих склонах спускаться тоже для начинающих. Плюс прокат очень большой, в ВК-монжурок имеется снаряжение игр на лыжах, ну, в смысле и лыжи там есть, и сноуборды, каски, ботинки, шлемы, все это имеется в наличии, есть даже премиум прокат, там чуть подороже и немного другого уровня снаряжения предоставляется. Дальше. Сейчас в процессе переговоров мы находимся по поводу, ну, вот даже Татьяна еще не знает, каких-то особых условий для наших туристов. Все это тоже, как только мы закрепим, я все это вам пропишу, и Татьяна доведет до сведения, что можно сделать. Кроме горных лыж и сноуборда, чем еще можно заняться? Конечно же, там для детей, которые... Вот, давайте проведем конкурс в чате. Кого больше, горнолыжников или сноубордистов? Так, у нас пока, это, Таня за лыжи, Таися за сноуборды. Я за лыжи, значит, нас больше, поэтому горнолыжи побеждают. Вот еще один присоединился, третий. Давайте еще одни лыжи, классно. Здорово, приезжайте все кататься. Вот. Можно покататься на сноутюбах, там тоже сделана трасса, подъемник, не надо на себе тащить этих. Вот, Тая, видала лыж сколько? Вот, лыжи победили. Хотя у нас участников больше, чем ответов. Дети могут покататься, ну, и не только дети, но и взрослая, сноутюбинговая трасса там хорошо сделана, и подъемник работает. Очень много точек питания, есть сувенирные ларьки, можно просто погулять, можно просто, не хотите на лыжах, можно подняться, просто взять экскурсионный подъем, подняться на вершину горы, откуда открывается прекрасная панорама на долину Катуни, на хребты северо-восточного Алтая, на реку Катунь, которая зимой тоже очень красива, особенно в яркий солнечный день, когда идет такой контраст, ярко-бирюзовый цвет воды, белоснежный снег, зеленые хвойные деревья, сосны, ну да, сосны в основном, и ярко-голубое небо, очень красивые пейзажи, все это можно увидеть. Сделать красивые, замечательные фотографии, сейчас еще сделано две вершины, там работает еще второй подъемник, можно подняться на более высокую вершину, либо пройтись и погулять по тропинке, которая там есть, то есть курорт рассчитан не только на гостей, которые там будут, которые катаются на горных лыжах, кто не любит кататься на горных лыжах, тот может, ну, как сказать, просто приехать, погулять, сидеть в кафе, в ресторане, пройтись по сувенирным лыжкам, ну и просто отдохнуть, сделать красивые фотографии. Сейчас, секундочку. Вот, ноутбук кушать захотел. Есть еще какие-то вопросы по всесезонному курорту Монжерок. В принципе, в программах, когда мы описывали, мы сделали ссылку на сам всесезонный курорт, и можно по нему пройти и посмотреть еще подробнее, почитать. Ну, как нам говорили сегодня менеджеры по продажам этого курорта, этот курорт будет лучшим курортом в России в ближайшее время. Да и сейчас они говорят, что они лучшие, конечно. Я думаю, что когда стройка закончится, и все трассы, которые они планируются, они будут введены в действие к 2025 году, поэтому достаточно перспективное направление. И они, как сказать там, говорят, что хотят очень сильно... Нет, не так, как выразиться. Хотят победить Шерегеш, что ли? Нет. Ой, что такое-то. Хотят стать лучше, чем Шерегеш, и привлекать такой же поток туристов, но не знаю, посмотрим, как у них это получится. И нам, конечно, интересно, что поток туристов-горнолыжников к нам... Ну, вообще, в принципе, в зимний период приезжали. Таким образом увеличивает у нас период зимнего сезона не только вот эти новогодние каникулы. Хотя с каждым годом людей все больше и больше приезжает именно, ну, как мы считаем, низкий сезон, там, январь-февраль. Сами представители курорта говорят, что, в принципе, у них загрузка идет достаточно стабильная, но хотелось бы не сказать, что она стопроцентная, и тем более, что они увеличивают свои возможности. Была названа такая цифра, как емкость горы до 5000 человек, когда все трассы будут запущены. Соответственно, сам номерной фонд отеля, который они там построили, до 1000 человек они озвучили. Соответственно, им необходимо еще привлекать туристов, которые будут пользоваться услугами, как они условно говорят, горы. Температура на курорте зимой разная. Повлиять на температуру мы, к сожалению, не можем. Заявки в небесной канцелярии почему-то от нас не принимаются. Температура, это все зависит от того, какая зима, холодная или не очень. Вот в этом году, в 2022 году, зима была достаточно мягкая, теплая и не очень снежная. Если снега не хватает, там работают пушки, которые вот этот снежный покров формирует. В прошлом году зима была морозная и много снежная. Бывали морозы и до 30 градусов. Но я хочу вам сказать, что мороз минус 30 в нашем климате, он переносится легче, чем мороз где-то там в Центральной России. Ну, просто на себе это испытали, что вроде приезжаешь в Москву, там вроде минус 15, минус 20, и ощущается, как у нас минус 30. Не знаю, Таисия не даст соврать. Да, Таисия не дала мне соврать, говорит, что у нас вроде как и мороз, но он все равно переносится легче. Но скажу сразу, может быть такое, что и будет мороз и минус 30, и минус 35. Но по опыту трассы работают всегда. Единственное, они запускаются ближе к обеду, когда уже солнышко выходит, температура повышается, и можно будет ехать кататься, но минус 20 трассы уже работают. Одеваться только потеплее. Но по погоде я сейчас не могу ничего сказать, какая будет зима, мы еще сами не знаем. Нам сверху директива еще не спускалась. Узнаем уже ближе к туда, к новогодним праздникам, когда будет уже примерный прогноз погоды, какая у нас все-таки зима. Про банкеты я еще чуть попозже расскажу. Акценты продаж. Я уже говорила, так же, как и в летних программах, можно брать просто пакет от проживания, плюс завтрак, трансфер с отеля и обратно в аэропорт. И можно к этому пакету добирать основные экскурсии или не брать экскурсии, ездить кататься. Кто горнолыжник, да, и хочет именно покататься на горнолыжном курорте. Но все-таки я рекомендую хотя бы одну экскурсию туристам взять, потому что просто жить в отеле и кататься, приехать на Алтай первый раз и никуда не съездить, я считаю, что это не очень правильно. И один из вариантов, который мы предлагаем, если мы говорим о первом заезде, это как раз заезд на Новый год. 31 декабря мы предлагаем совершить экскурсию на Камышлинский водопад. Он красив и зимой, и летом. Это, если честно, мое одно из самых любимых мест, если брать вот этот регион Нижней Катуни. Я туда постоянно за зиму, летом не так часто получается выбраться. Вот за осень я уже два раза туда сходила, и зимой частенько мы туда и семьей выбираемся погулять, и по сосновому лесу пройтись, полюбоваться на водопад, подышать сосновым воздухом. И Кратунь в этом месте тоже красивая, там есть открытые места, очень красивые картинки пейзажные, вот через сосновый бор выступает, скажем. Прогулка такая, она не тяжелая, то есть 2,5 километра туда, в легком темпе обратно, она еще и профилактическая, вы в полной груди вдыхаете лечебный алтайский воздух, то есть одни плюсы от этой экскурсии. А еще там очень есть замечательное место, когда только экскурсия начинается, мы проходим по навесному мосту через Катунь, в районе царской охоты, где вот самая пешая часть начинается, и там тоже очень красиво, и можно сделать фотографии на фоне реки Катунь, вот этой, там есть выходы воды, этой самой красивой бирюзовой, причем она даже зимой более яркая, насыщенная, чем вот сейчас она осенью бывает. А еще когда идет контраст, белый снег и вот эта ярко-бирюзовая вода, это очень красивые такие фотографии, ну и впечатления. Никто еще ни разу не пожалел, что входил на Камышлинский водопад. Так, ну, тут я вижу, Татьяна отвечает в вопросах о надземном обслуживании. Именно по экскурсии на Камышлинский водопад все понятно. Может быть, кто-то был у нас в рекламнике, может быть, кто-то был летом. Кто сейчас в чате, вы были в летом у нас в рекламнике или осенью? Ходили на Камышлинский водопад? Как вы вообще? Вот. Татьяна была, конечно. Татьяна, надо приехать зимой и зимой еще там побывать, и потом провести сравнительный анализ, можно какую-нибудь научную статью написать. Ладно, хорошо, давайте перейдем к следующей экскурсии. Их не так уж много, которые мы предлагаем гостям. Это, ну, как бы последовательно идем, да, 31-го, 30-го они прилетели, разместились. Мы даем свободное время. Кто хочет, мы организуем перевозку до всесезонного курорта Манжерок. Там они катаются, гуляют. Вот. Дальше вечером это банкет, Алтайский Новый год. Таисия, пожалуйста, ответь, где будет банкет для отелей городских, отелей, которые расположены в черте вот этого всесезонного курорта Манжерок, это эко-отель Таежник и Подгорица, новогодний банкет будет проходить в ресторане Таежник. Мне удалось уговорить нашего знаменитого на местном уровне артиста Эмиль Толкачоков. Он просто своим, это алтаец, заслуженный артист Республики Алтай. Он выступал в телепроекте Новая звезда. Ну, его только увидишь, уже сразу хорошее настроение. Очень такой зажигательный. И я думаю, что программа будет прям огонь. Вот. Поэтому всем рекомендую приобрести этот банкет. И над самим меню мы тоже поработали и постарались сделать его, так скажем, на основе... Ну, мы вообще в организации питания Таежники используем местную продукцию, местный колорит. В новогоднем меню тоже это имеется. Я сейчас не буду рассказывать, что мы там, чем мы гаси будем кормить. И это новогоднее меню. Что-то я не помню, если мы не скинули. Татьяна, скажи, напомни мне, я скину. То есть оно у нас уже готовое есть. Так, про зимние прогулочные дорожки. Да, там, где мы ходим на Камышлинский водопад, там все... Нету такого уровня снега большого поколена, там все всегда... Людей много проходит, они утоптаны. Если где-то есть скользко в районе Камышлинского водопада, там за дорожками следят, их посыпают. Да, хорошо, меню я скину. Это важно, потому что, когда его читаешь, слюнки бегут. Хочется скорее прибежать на новогодний панкет, все попробовать. Самое главное, провести этот вечер с нашим замечательным Эмилем. Он еще и хорошо поет, горловое пение исполняет. Вопросы есть по Алтайскому Новому году? Да, вот кто живет на отеле Таежники, у них будет чуть подороже, потому что у них трансфер не включен. Тот, кто живет в Подгорице, у них будет этот новогодний панкет подороже, то есть так как включен трансфер, то есть и сюда привезут на Таежник, и увезут в пути где-то минут 10-15, не больше. То есть это все рядом. Вот, после того, как прошли замечательная новогодняя ночь, все весело и сытно встретили Новый год, но еще тур на этом не заканчивается. Но 1 января день мы сделали такой, ну, скажем, экскурсии там никакие мы не ставили. Опять же, это можно погулять в окрестностях отеля, либо съездить на тот же ВК Манджирок для того, чтобы покататься. Еще одна экскурсия, которую можно будет взять, это экскурсия в Чемал и в Аскат на Голубые озера. То есть эти два таких популярных объекта, которые туристы, которые приезжают на Алтай, всегда хотят увидеть. В зимний период, так же, как и в летний, ну, летом мы Голубые озера не посещаем, потому что их нет из-за уровня воды. А когда уровень воды зимой падает, вот эти озера облазуются, то есть коту немного уходит, причем вот эти озера, они еще питаются за счет родников подземных, и зимой там еще ставится такая баня, но даже, я бы сказала, не баня, а такой каркас сделан, который обтянут плотной такой тканью тентовой, внутри ставится печка, для того, чтобы можно было забежать туда обогреться, и еще раз нырнуть в эти голубые озера в холодную воду, и обратно забежать и согреться. Очень такая популярная процедура, туристы, многие, ну не все, конечно, которые доходят на голубых озер, совершают такой обряд, но есть смельчаки, которые там купаются, конечно же, я тоже пробовала такую процедуру совершить, купала в голубых озерах, но такие, прям, ну прям, бодряк такой, свежак, если вы хотите смыть с себя все грехи, вот, приезжайте на Алтай, купаться в голубых озерах, особенно это очень хорошо, в начале года вы получите огромный заряд энергии на весь следующий 23-й год. До Чемала мы довозим и, конечно же, показываем самый популярный объект, это остров Патмос, если видите, на картинке вот он находится, вот этот мостик, переход туда, и сама Чемальская ГЭС, но больше всего, конечно, вызывает интерес, это вот этот сам остров, и очень замечательная обзорная площадка, откуда открывается прекрасная панорама на долину реки Катуль, и как раз в том месте, где она сужается, такие, у нас называется, это ворота Сартыкпая, Сартыкпая, это такой алтайский богатырь, который, ну, богатырь алтайский, я сейчас сказки вам рассказывать не буду, на это время не уделять, место очень красивое, опять же, получаются яркие, сочные фотографии на этом месте. Почему, вопросы есть? Здесь экскурсия, если тоже по времени смотреть, занимает для гостей, которые живут в городе, в городских отелях, размещается где-то полтора часа в одну сторону на автобусе, соответственно, в автобусе сопровождает профессиональный экскурсовод, который все время рассказывает соответствующую информацию по пути следования, и если те, кто размещается в зоне Манжурока, то это минут на 40 покороче в пути, ну, и, соответственно, выход на Голубые озера, там два способа дохода до Голубых озер идет, либо через Катуль, если она замерзает, если не замерзает, то по левому берегу, по Сосновому Бару. Да, вот, кстати, хороший вопрос, как предусмотрен обед для туристов, стоимость экскурсии обед не заложен, но мы предлагаем туристам завозим в кафе в Чемале, уже летом отработан этот механизм, выяснили мы, какие кафе будут работать зимой, к счастью, в этом сезоне в Чемале появилось несколько достойных кафе, в которых можно не стыдясь накормить наших гостей и все будет устраивать. Примерный чек на обед это от 450 рублей и, ну, до 850 в зависимости от того, какие аппетиты у туриста и что он заказывает. То есть, ну, как правило, гид на выбор предлагает, где вот, что вот здесь, можно вот это попробовать, такой ценовой диапазон и здесь уже, как правило, группа решает, куда заехать, и группа у нас небольшие, до 15 человек мы их перевозим на 18 местных микроавтобусов для комфорта наших туристов. Опыт работы с большим автобусом из большой группы показал, что все-таки небольшая группа, 15 человек, она дает такую камерную обстановку и людям самим комфортно, им удобнее и в 18 местном автобусе размещать по 15 тоже такое правильное решение, чтобы все могли в окна микроавтобуса увидеть ту красоту, которую он проезжает, потому что на Алтае действительно можно останавливаться через каждые 5-10 минут, фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать, везде у нас красиво и интересно. Ну, если что, по этой экскурсии появятся вопросы, тоже пишите в чат, обязательно вам ответим. Еще один очень знаменитый зимний объект, который, если вот Чемал и Камышлинский водопад можно попасть в летний период тоже, то вот сюда на озеро, конечно, тоже можно приехать, но лебедей вы не увидите. Этот объект, он находится на территории Алтайского края. Это озеро светлое, является памятником природы Алтайского края. Сюда каждый год позднюю осенью прилетает белоснежная стая лебедей и остается здесь зимовать. На водах этого замечательного озера озеро не замерзает и поэтому второе название этого озера лебединое, то есть светлое и получило второе название лебединое, потому что сюда прилетают лебеди. Ну, так как спрос на этот объект есть, так скажем, туристы приезжают с каждым годом их все больше и больше и местная администрация заботится о туристах, ну, а может быть в большей степени о лебедях, чтобы их не пугали. Построена специальная смотровая площадка высотой 10 метров с этой площадки открывается живописная панорама озера, можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей, с ловушек, которые закреплены над водой, можно поближе подойти, ну, поближе рассмотреть этих замечательных птиц, делать фотографии, и там есть, можно купить корм и покормить этих замечательных птиц. Вот, это где-то экскурсия на полдня, во время экскурсии также мы можем предложить гостям варианты питания, обед также в эту экскурсию не включен. Ну, как бы все, кто зимой приезжает и уже наслышаны, и это озеро, оно разрекламировано, да, и, ну, как бы не включить его в программу нашу зимнюю было бы неправильно. Вот, а вы бы поехали на Лебединое озеро, интересно было бы вам посмотреть на лебедей, сфотографировать, кому интересно, скажите, пожалуйста. Замечательно, все хорошо, тогда мы это вот основные наши экскурсии именно на вот этот коротенький пятидневный тур, какие мы можем предложить, конечно же, это и прогулки, но вот забыла еще сказать, что на ВК Монжурок там можно еще и на беговых лыжах покататься. Если вот про каток, каток тоже там заливается, то есть там масса всяких развлечений и вот отели, которые мы будем предлагать для размещения, они находятся далеко и трансфер мы организуем до отелей ИВК Монжурок и обратно. По времени до озера ехать полтора часа, час-полтора в зависимости от загруженности дороги, от всех отелей, где мы живем, плюс-минус такое время в дороге. Вот теперь давайте перейдем к отельной базе. В Горно-Алтайске мы будем размещать гостей в двух отелях, это отель Игман и гранд отель Алтай это 4 звезды. В этих отелях мы уже летом туристов размещали, отзывы полученные достаточно хорошие, поэтому эти отели вошли и в зимнюю программу, они соответствуют требованиям, всем требованиям предъявляемым к отелям 3 звезды и 4 звезды, большие уютные просторные номера, хорошая уборка, и так далее. Таисия, напиши, пожалуйста, про банкет, если определились, в каком месте будет банкет для отелей городских в чат. Дальше, следующий отель, который используется в программе, вернее, будет включен в программу размещения наших туристов, это эко-отель Таежник, он расположен у подножья горы Черепан, недалеко от села Манджирок, села Манджирок и до всесезонного курорта Манджирок ехать буквально 10 минут, если от городских отелей смотреть, то ехать минут 40, от города Горнолтайска до всесезонного курорта Манджирок. Сам отель расположен в Сосновом Бару. Если не на берегу Катуни, нужно будет просто перейти дорогу, выйти на Катунь, там тоже можно погулять. Есть хорошо отоптанная тропа на смотровую площадку над отелем это гора Черепан. Тоже туда совершаются экскурсии размещения. Предлагается в трех, в двух, вернее, категориях. Это стандарт, плюс в номерах, которые сдвоены, вот такие коттеджи. Здесь раз номер и два номер. И будут сейчас у нас в процессе строительства модульные дома А-формы. Мы как раз по гранту, который выделяли Ростуризм, вошли в эту программу и будет у нас 10 новых номеров, которые мы как раз отдаем под чартерные программы. В номере кровати они конструкторы то есть можно сделать двухспальную, сделать раздельную и предполагается трехместное размещение, то есть есть еще доп. место в виде полноценного дивана, который раскладывается. Есть пакеты, в которых включен завтрак, есть пакеты, в которых включен завтрак и ужин, и есть возможность покушать в ресторане по меню. Да, в Таежнике магазина нет, ближайшая сеть магазинов находится в селе Манжурок, туда можно заказать такси, оно стоит 100 рублей, в принципе мы туристам, когда они заезжали, всегда в чат писали номер такси, и за 100 рублей можно было съездить в магазин. Пока в отеле Таежник завтрак не шведский стол, мы эту историю планируем внедрить в следующем сезоне, а в зимний период пока будет комплексное меню на завтраке. Так, любительно просто погулять по лесу в Таежник осенью. Осенью тоже можно погулять и съездить, то есть там не сказать, что у нас прямо Таежник находится в каком-то отдалении в диком углу и нечем больше заняться, все в легко доступной форме, можно доехать и до Бирюзовой Катуни, сходить в пещеры посмотреть и съездить в всесезонном курорте Манжурок, погулять по Катуни, до чем мало час езды тоже, то есть смысл ехать на Алтай я всегда и осенью и зимой, особенно те, кто не любит большое количество скопления народов, то людей, то здесь как раз у нас максимальное размещение в зимний период будет сейчас скажу так 16-18 номеров это 36 человек всего. Отопление электричества пол и дополнительно обогреватели уже тесты проходили даже в самую холодную зиму в 19-м году эти дома выстояли, так скажем, выдержали, никто не жаловался, было хорошо, тепло и уютно. Следующий отель это отель подгорица также расположен в сосновом лесу, только если таежник на правом берегу, подгорица расположена на таре, на левом берегу. Это отель трехзвезд, трехзвездочный, здесь также здесь пакет завтрак и ужин включен, вот здесь завтрак и ужин у них по типу шведский стол. Единственное, что здесь различается, если, допустим, в таежнике мы можем разместить в номере как и в спальную кровать, так и раздельные кровати сделать, то здесь нужно будет выбирать, то есть есть квота 5 стандартов дабл и 5 стандартов твин, то есть здесь кровати не раздвигаются. Все экскурсии также здесь доступны. Вот, ну, по средствам размещения у меня все, то есть здесь по сравнению с летом, по сравнению с летом, конечно, меньше информации, но я еще рассказала, что это пробный, такой пробная история, мы посмотрим, как пойдет зима, понравится туристам, но вообще зимние туры, экскурсионы мы уже делаем домой, но и все, кто приезжает, они уезжают с положительными отзывами и с положительными впечатлениями о зимнем алтаре. давайте, если еще есть вопросы какие-то, задавайте, спрашивайте, пишите, мы обязательно вам ответим. отель Игман, он расположен в городе Горнал-Тайске в центре города на берегу реки Майма, трехвездочный отель, опять же, как показал опыт летнего сезона вот этого 2022, ни одной жалобы туристов не было, всегда чисто убранные номера, всегда четко, всегда все понятно, и, ну, как бы цена-качество именно здесь, в этом отеле, она соответствует, и если выбирать какие-то экскурсии, да, не просто сидеть в отеле, а выбирать экскурсии каждый день, то, в принципе, отдых пройдет достаточно хорошо и в комфортных условиях. во всех местах размещения связи, да, у нас есть, единственное, на таежнике лучше ловят Билайн и Мегафон, хотя МТС тоже есть, в номерах есть Wi-Fi, в городе Гурналтайский в отелях Игман и Гранд Отель Алтай есть сотовые операторы, все представлены, Билайн, МТС, Мегафон и есть Wi-Fi, верно, Wi-Fi-Fi-то у них точно должен быть в номерах предоставляется так и на ВК Манжурок там тоже хорошая стабильная связь а вот еще ее-то есть и, конечно, Wi-Fi во всех отелях он присутствует, ну, это одна из основных потребностей и запросов, которые туристы сейчас предъявляют наличие Wi-Fi-я даже в нашем таежном Весу мы Wi-Fi тоже провели для туриста осенью с ребенком 3-5 лет куда стоит поехать? Ну, можно приехать сюда к нам и в таежник можно и в городские отели приехать и единственное, что каких-то сборных экскурсий сейчас сложно попасть, почему-то сложилось такое впечатление что осенью на Алтае делать нечего в принципе октябрь он достаточно такой ну, понятно может быть погода переменчивая но у нас вот одну неделю стоит жара 20-25 либо там вот неделю назад снег выпал но он быстренько растаял сейчас на выходные у нас стоит плюс 18 плюс 20 ясная погода завтра обещают еще одни у нас еще одну по билету наступает поэтому нужно смотреть выбирать отель если сравнивать с белокурик если вам интересно какое-то лечение то наверное выбрать лучше белокурик потому что спектр лечения у нас еще пока в наших отелях не такой ну у нас и специфика немножко другая карты у нас работают все как ни странно даже в маленьких сувенирных ларьках можно и стоят терминалы ну на крайний случай можно сделать переводом в основном это терминалы ну и эти банкоматы сбербанка где можно снять наличность ну можно брать да Таисия правильно писала 50 на 50 сколько-то наличными сколько-то на карте ну проблем со снятием наличности с карты не будет в Горнолтайске да можно найти еще банкоматы других банков но если туда ехать по трассе до Чемала то там в основном банк Сбербанк еще какие-то вопросы будут сувениры да про сувениры сувениры как раз можно будет купить на ВК Монжирок там они продаются на ВК отеле Таежник также есть небольшой сувенирный магазинчик где в основном продается продукция больше такая которую кушают вот это и конфеты местного производства бальзамы чаи мармелад а нет не только которые кушают но и производство есть у нас такая компания Алтайбай которые делают и мочалки и даже дезодоранты золотайских трав и зубной порошок и мыло и сухой шампунь все что душе угодно вот их продукцию можно приобрести мочалки кла это да я пишу да мочалки классные на курорте Монжирок там очень много этих ларьков и у них очень интересная такая сувенирная продукция они уже подстраиваются под запросы туристов ну и в Чимал еще когда поедут там тоже есть сувенирные ларьки там можно взять и травяные сборы местных опять же травниц которые вручную собирают формируют сами сами же там продают так ну что я я очень надеюсь что я вам рассказала про зимний Алтай вы захотели к нам приехать обязательно посмотреть нашу зимнюю красоту пожить в наших замечательных отелях если больше вопросов нет мы наверное будем завершать я очень вас вас жду гости и жду ваших туристов которые надеюсь приедут к нам на Алтай зимой да то есть ну таисия правильно сказала что можно забронировать экскурсии уже на месте когда они приехали то есть они сначала приехали такие думают зачем нам какие-то экскурсии а тут посмотрели другие люди ездят им тоже захотелось это тоже можно сделать на месте лучше конечно сразу планировать свой отдых тем более что вы вначале сказали что самая популярная была программа максим потому что там было оптимально собрано количество экскурсий и эти экскурсии можно приобретать может быть еще какие-то нюансы есть непонятные вообще многие боятся продавать Алтай потому что непонятно многие но я надеюсь здесь в чате находится вы не думайте что у нас тут совсем захолустье плохие дороги и ходят медведи с балалайками на самом деле здесь не так и как раз там где мы наши туры наших туристов размещаем это как раз я уже про это говорила центр и здесь инфраструктура достаточно развитая многие туристы приезжают и говорят что ой а мы думали что у вас не так все хорошо как на самом деле ну нет клещей боятся в наших экскурсионных туров их не стоит потому что мошек у нас нет сразу скажу клещи ну допустим и котель таежник подгорица они находятся в сосновом бару мы перед сезоном всегда территорию обрабатываем два раза то есть в конце апреля еще в мае специальными растворами приезжает специальная служба мы просто даже работать не имеем права начать Роспотребнадзор это все контролирует и все территории объектов экскурсионных они также обрабатываются мы даже обрабатываем если проводим какие-то корпоративные мероприятия выезжаем в лес прежде чем туда людей везти мы эту территорию обрабатываем опять же специальным раствором от клещей поэтому не бойтесь клещей все нормально мы же тут живем никто не вымер меня например клещ кусал кусал раз десять я прекрасно себя чувствую жива здорово все хорошо вот этот вопрос поставил меня в тупик сколько стоит прокат лыж палки плюс день я уже сегодня вам говорила что все сезоны курорт Манжурок обещали нам сделать предложение специальное для наших туристов именно вот по этому пакету по всему поэтому ждем я думаю на следующей неделе вот это предложение они для нас компонуют и мы уже сможем вам эту информацию довести причем там будут разные пакеты можно будет взять пакет на день можно будет взять пакет на два на три дня и соответственно чем больше вы берете в прокат ну тот же сколько дней вы скипас берете тем получается дешевле в один день но для нас обещали специальные условия но пока еще я жду ответ хотела чтобы мне сказали эти цифры к нашему вебинару но вот к сожалению не получилось как только эта информация будет доступна я думаю Татьяна на сайте вы разместите да это будет прям такая наверное даже замануха на трансфер в вк манджирок это будет дополнительный автобус возможно даже от самого курорта тоже это мы в процессе либо платный трансфер который мы предлагаем для наших туристов от отеля допустим мы пишем что в программе трансфер возможен в первый день они когда прилетают в программе мы пишем в этот день что возможен трансфер с 15 до 18 то есть 15.00 от отеля выезжает автобус но вот на сайте написаны примерные рамки да отель у нас расположен в Горноалтайске и в манджироке и соответственно когда мы группу собираем практика этого сезона нам показалось что использование группы ватсап очень удобно то есть когда туристы приехали мы создали группы ну опять же на отель по группе чтобы не путать всех там в кучу не собирать и мы пишем что допустим из отеля Игман выезд в 2.30 14.30 из отеля Таежник в 2 ой в 15.00 из отеля Подгорица в 15.10 все мы группу собрали привезли в УК манджирок на парковке их высадили они пошли заниматься каждым своими делами кто там будет делать да и мы говорим что в 18.00 автобус обратно выезжает в отель и мы в обратном уже порядке высаживаем Подгорицу высаживаем Таежник и высаживаем Игман либо может быть такая ситуация что полный автобус едет с Игман да там полный автобус манджирока то есть вот это вся весь процесс будет уже определяться сколько желающих у нас поедут на трансфер да вот про про трансфер я понятно рассказала или не очень про трассы Татьяна написала сколько трасс ну в этом году летом еще запустили один подъемник то есть был изначально как он называется там дольный подъемник до самой вершины сейчас еще сделали кресельный подъемник на 4 кресла и можно будет вот вы доехали до вершины вышли чуть-чуть прокатились зашли на вторую трассу поднялись на вторую вершину и оттуда уже будут новые трассы но они только в этом году запускаются сама этом еще не каталась самая длинная трасса посмотри карта есть на сайте вк манджирок вообще есть как бы описание всех трасс картинка трасс которые запускаются видимо надо высчитывать не написано протяженность трассы какая сколько а ну хотя нет вершины сейчас скину ссылку где можно будет посмотреть ну там нет вот смотрите я вам ссылку скинула вы зайдете там есть схема трасс там к сожалению не написано какая какая трасса длиной каждый из этих но зато есть представление да вот оранжевая нитка это подъемник от нее раз туда идут но по сравнению с прошлым годом тут значительно добавилось новых трасс и протяженностью и по сложности появились даже красные трассы а даже и черные черных не было поэтому курорт развивается и я думаю что в скором времени он составит такую хорошую конкуренцию ширидешу но мы как соседи этого курорта очень этого хотим так еще вопросы будут все тогда мы будем завершать наш вебинар еще раз всем спасибо кто присоединился кто меня дослушал до конца и вот так Татьяна Таисия помогите мне под рукой нету стоимости трансфера ответьте коллегам да это туда-обратно в обе стороны с ожидания то есть автобус уезжает в оба конца с ожиданием вместе то есть автобус приехал там их оставили и обратно увез такси в одну сторону стоит в районе от 1000 до полутора в зависимости от сезона и что-то у нас в этом году такси работает не максим не яндекс очень сложно вызывать и если это еще пиковое время то очень долго ждать приходится такси то есть если ехать на такси то это будет в районе туда-обратно двух с половиной трех тысяч и еще не факт что он за вами приедет тем более если это новогодние праздники то тариф там будет другой соответственно так ну что вопросов тогда больше нет или есть про лыжи лыжи на прокат можно брать на в сезонном курорте манжурок они там же их могут высушить все там есть прокат работает снаряжение там достаточно хорошее можно не таскать лыжи туда-сюда можно их там взял там оставил потом пришел опять взял ну что коллеги давайте заканчивать давайте встречаться на зимнем Алтае приезжайте к нам гости отправляйте туристов и пишите письма мы будем рады вам